Результативные переговоры по Украине возможны только при успешном завершении специальной военной операции. Об этом заявил первый зампредседатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. По его словам, без этого условия любые обмены мнениями приведут к затягиванию конфликта и угрозе его повторения. Сенатор подчеркнул, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом не просто не идут, они даже не начаты. Более того, на Украине законодательно запрещены любые беседы с Москвой. Сенатор Владимир Чижов сейчас в нашей студии. Владимир Алексеевич, приветствую вас. Добрый день. Итак, основы для переговоров между Москвой и Киевом сейчас никакой не существует. Увы, это действительно так. Хотя любой вооруженный конфликт, как показывает вся история человечества, любой вооруженный конфликт заканчивается какими-то переговорами и каким-то урегулированием. Либо капитуляцией, что вполне вероятно в случае с украинским конфликтом, либо каким-то иным вариантом. Но на данный момент любые переговоры вообще, они возможны при наличии политической воли с обеих сторон. Наша открытость к переговорам, она известна. И даже почти год тому назад, вскоре после начала специальной военной операции, а именно в марте прошлого года, такие шаги делались, но развитие они не получили. А на сегодняшний день киевский режим как бы обставил свою позицию максимальным количеством препонов и законодательно запретил какие бы то ни было переговоры с российской стороной. Так что говорить не о чем, да я бы добавил и не с кем. Но ведь все понимают, что выход из конфликта зависит не сколько от мнения Киева, сколько от мнения Вашингтона. В таком случае возникает вопрос, есть ли основания для переговоров с Соединенными Штатами. Ну в Соединенных Штатах, так же как в других западных странах, официальная позиция. Никаких разговоров об Украине без Украины. На самом деле это конечно не так, но формальная позиция именно такова. Соединенные Штаты тоже, к сожалению, готовности к субстантивному разговору с нами по украинским делам, готовности не проявляют. Вы долгое время работали постоянным представителем России при Европейском Союзе. И конечно понимаете настроение как обычных европейцев, так и элит старого цвета. Совпадают ли по-вашему они сейчас? И если изучить заголовки ведущих европейских изданий, какая картина может сложиться? Они конечно не совпадают, да и не могут совпадать. Потому что то, что в Европе называется демократией, достаточно далеко от классической трактовки этого понятия. Я уже не говорю про евроинституты, то есть органы, руководящие Евросоюзом. Например, Еврокомиссия, которая вообще, как известно, никем не избирается и ни перед кем по сути не подотчетна. Но номинально ее может уволить Европарламент, как один раз в истории было. Но не более того, на сегодняшний день, конечно, настроение среди общественного мнения, среди широких народных масс стран Евросоюза, они в меньшей степени озабочены судьбой Украины, а больше озабочены собственной судьбой. На фоне энергетического кризиса, который затронул, я рискну предположить, всех без исключения проживающих на территории Евросоюза. Ну и сопутствующие с этим тоже явления инфляции. Я помню, что несколько лет назад евроинституты, в том числе Еврокомиссия, боролись за то, чтобы повысить уровень инфляции, которая была меньше 1%, а по их наукообразным подсчетам должна была оптимально быть, чтобы двигалась экономика на уровне 2%. Но сейчас вместо 2% двузначные цифры в целом ряде стран. Не во всех, но в некоторых точно. И не проходит ни дня, чтобы в каком-то европейском городе не прошла та или иная забастовка. Действительно, люди недовольны падением уровнем жизни и объемом оружия, которое поставляется на Украину. Скажите, а вот европейский истеблишмент, он как-то принимает во внимание мнение своего электората? Ну, некоторые представители этого истеблишмента делают громогласное заявление, что им наплевать на мнение избирателей собственных, а главное помочь Украине. Но это полное уже извращение любых представлений о демократии. Да, народ действительно, народы стран Европы недовольны. Ну, я думаю, что в большей степени все-таки с ухудшением собственного материального положения. Тем более, что вопрос о поставках оружия Украине, он тоже воспринимается через призму этого. То есть оружие-то поставляется за чей счет? За счет налогоплательщиков стран Европы. Потому что Киев пока что ни копейки за это оружие не заплатил. И более того, тот же Евросоюз, выделяя военную помощь Украине, выделяет ее на условиях займа с погашением аж до 1935 года. Ну, наверное, самая громкая тема в треугольнике отношений в Брюссель, Киев, Вашингтон, это танки Абрамс и Леопард. После громких заявлений о поставках, которые прозвучали, буквально сразу же появились другие новости. Соединенные Штаты уже сказали, что не могут в ближайшее время отправить необходимое вооружение. Французский МИД до сих пор не определился. Почему такой, простите за сленг, разбрут и шатание в этом вопросе? Вы знаете, танки, будь то Леопарды, или Абрамсы, или Клерки, или Челленджеры, это определенный рубеж, рубежный этап, я бы сказал. А ведь до этого мы слышали разговоры. Я помню еще при мне, когда я был в Брюсселе, начиналось, дескать, вы, российские коллеги, не волнуйтесь, все, что мы будем поставлять Киеву, это нелетальные виды. Да, это бронежилеты, тиркаски, медицинское какое-то снаряжение. Разумеется, мы не будем поставлять ничего, из чего можно стрелять. Вот такая была формулировка. Дальше пошли легкие стрелковые вооружения, дальше пошла артиллерия, дальше пошли БМП, бронетранспортеры, средства ПВО. И вот, но каждый раз говорилось, ну вот это вот максимум, а все, что больше, это категорически исключено. И, разумеется, то же самое говорили на определенном этапе про танки. Сначала вот такие колесные БМП пытались выдать за танки, чтобы Киев успокоить. Говорили, что вот это на самом деле тоже танк, хотя он может передвигаться только по шоссе. Но сейчас речь идет об основных боевых танках, такая формулировка есть, леопарды и абрамсы. Но на сегодняшний день складывается впечатление, что в Вашингтоне, по большому счету, своих германских союзников подставили. Потому что Шольц многократно заявлял, канцлер Шольц, что они будут готовы пойти на поставки леопардов, только если американцы поставят абрамсы. Американцы сказали, да, мы поставим, после чего сказали, только их у нас нет. Но к этому времени правительство ФРГ уже объявило о своем развороте в этой политике. Ну, надо сказать, что аппетиты киевских властей растут и уже не просто просят, а требуют предоставить не только танки, но и истребители, и даже подводные лодки. Вот за этим какие-то практические шаги тоже последуют, как с танками? Да, я помню во времена, далекие еще, советские, термин подводной лодки в степях Украины, он был довольно популярен. Но вы знаете, что сейчас, да, Киев, конечно, заявив, во-первых, что сколько бы ни поставляли танков, это мало, а второе, что без воздушного прикрытия танки использовать опасно. Поэтому нужно воздушное прикрытие, вот давайте нам Ф-16. И буквально пару дней назад я читаю в одном из западных изданий такой проброс. Ну, Ф-16, это же не самолеты последнего, пятого там, поколения. Из-за Ф-16 никто не начнет ядерной войны. То есть уже меняется. То есть это уже идет психологическая подготовка к следующему варианту. Понятно, что и танками управлять без подготовки довольно сложно, а уж самолетами и подавно. На прошлой неделе прозвучали заявления из Турции по поводу возможного выхода из НАТО. Насколько серьезно можно воспринимать такие слова? И если случится так, что один из членов блока его покинет, как это повлияет на организацию? Ну, учитывая, что турецкая армия, вооруженные силы Турецкой Республики, это вторая по численности армия в НАТО послеамериканской. Конечно. К тому же, вы знаете, в НАТО существует такой штамп, что это самый успешный военный альянс в истории. Нет ничего более далекого от истины. Потому что альянс НАТО успешной военной организации никогда не был. Все те эскапады, в которые он влезал, будь то на Балканах, в других местах, не покрыли его в Афганистане, не покрыли его неувидаемой славой. А НАТО это, ну я выскажу как бы свою формулировку, это главный приводной ремень для управления Европой со стороны США. Потому что, как бы то ни было, именно Соединенные Штаты изначально всегда играли ключевую роль в НАТО. Более того, в свое время, в 90-е годы, американцы тратили 50% всех военных расходов НАТО приходилось на Соединенные Штаты. А сейчас до 80 уже. Поэтому американские администрации последнего времени, начиная с Буша, Обама, Трамп и нынешняя администрация Байдена, они упорно требуют от европейских союзников поднять уровень военных расходов. Сначала разговор был о 2%, сегодня говорят, что и этого мало. Хотя, допустим, та же Германия, она и до 2% еще далеко не дошла. Что касается Турции. Турцию принимали в 1952 году вместе с Грецией. К тому времени НАТО существовало уже 3 года. То есть их дополнительно принимали. Причем вперед ФРГ. ФРГ только в 1955. И было это сделано, чтобы, во-первых, предотвратить вооруженный конфликт между двумя союзниками потенциальными, Грецией и Турцией. В 1967 году он чуть было не случился. И тогда президенту США, тогдашнему Джонсону, пришлось использовать все рычаги, чтобы это не произошло. Ну и, разумеется, геостратегически Турция ключевой союзник НАТО на Южноевропейском театре военных действий. Без турецкой армии говорить о серьезном присутствии НАТО в районе Восточного Средиземноморья, Черноморского региона, Кавказа, Закавказья не приходится. Владимир Алексеевич, спасибо за ваши комментарии. Удачного вам рабочего дня. Напомню, что в прямом эфире мы беседовали с сенатором Владимиром Чужовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова